Санан, ну в первую очередь, конечно, хотелось бы получить комментарий по недавно завершившемуся турниру в Дохе. Мне тут напомнили, что это стало для гроссмейстера Сюгирова доброй традицией в столице Катара успешно играть под занавес года. Расскажите, пожалуйста, о том, как вот турнир сложился на этот раз. Ну да, действительно, уже во второй раз мне удалось хорошо выступить на этом турнире. И в этом году состав собрался, конечно, исключительно сильный, включая чемпиона мира Магнуса Карлсона. У меня в целом была, конечно, мотивация сыграть достойно в этом турнире. И так как я из-за известных проблем с визой, то есть у меня были проблемы с попаданием на этот турнир, но, к счастью, организаторы пошли мне навстречу, мне удалось все-таки попасть. И из-за этого, конечно, мне очень хотелось сыграть достойно, чтобы не подвести организаторов, вообще всех людей. К счастью, мне это удалось, и даже до какого-то момента я лидировал в этом турнире, наряду с чемпионом мира. В целом, турнир, конечно, сложился, знаете, хорошо. Соперники все попадались исключительно сильные. Я, конечно, очень рад, что удалось как-то показать хороший результат. Ну, возвращаясь, наверное, тогда к партии с Владимиром Борисовичем Кравником. То есть там давление экс-чемпиона мира было не шучное. В итоге он все-таки нашупал изъян по вертикаля, ворвался, скажем так, разрушил позицию. Но вот сама по себе вот эта партия там, о ней что-то можно поподробнее рассказать? Получилась она достаточно все-таки упорной и напряженной. К тому же у нее важное турнирное значение. Партия, конечно, была очень важной. Я на нее серьезно настраивался. Но, к сожалению, не получилось. Но, мне кажется, после этой партии я как-то почувствовал на себе вот это вот, мне кажется, главное свойство всех чемпионов, вот включая Крамника, что они могут до какого-то момента играть как простые смертные, но почти все решающие партии они играют исключительно сильно. И в этой партии пока что есть все-таки разница между мной и Крамником, конечно. И именно во многом, может быть, в этом она и заключается, что пока мне этому надо учиться, чтобы играть такие решающие партии в полную силу. Что у меня были шансы в этой партии, но я их не использовал. Заключительный тур как Апофеоз и, в общем-то, соперник, да, Медьяров, ну, что он говорит, это элитный гроссмейстер, за счет чего удалось переиграть? Вот со стороны, когда смотрел вообще за развитием событий, показалось, что Шахрияр просто играл на победу, обострял ситуацию. И за счет вот этого удалось его, скажем так, поймать и в итоге переиграть. Ну, я понимал, что в целом у него будет психологическое состояние не очень хорошее, потому что он накануне проиграл Магнусу Карлсену белым цветом в 30 ходов. То есть, конечно. Но и у меня было как бы состояние тоже не очень хорошее. В одинаковые были ситуации, да. И поэтому партия получилась крайне нервной, крайне напряженной. Еще и ввиду того, что она начиналась раньше обычно, так как это был последний тур. И я, конечно, рад, что мне удалось выиграть эту такую напряженную схватку, но с точки зрения, конечно, шахматного какого-то искусства партия, конечно, не образец творчества, потому что мы ошибались довольно много, каждый хотел выиграть. В итоге просто, я думаю, удача как бы мне улыбнулась. Я, конечно, довольна. Все-таки, опять же, возвращаясь к этой теме, со стороны показал, что вот эта именно жажда непременно обыграть и подвела Шахрияра. То есть, играл бы он на ничью, там, спокойно, оно бы, может быть, так и закончилось. Как это субъективно, насколько суждение имеет право на жизнь. Он все-таки форсировал и рисковал. Будем откровенны. Да, конечно, это видно было, что Шахрияр настроен на победу. И в целом, конечно, если бы он играл на ничью, было бы намного сложнее. Это понятно. Но, как бы, может быть, в этом и заключается, мне кажется, одно из качеств сильных шахматистов. Они, как же называется, умеют подбирать очки. То есть, умело чувствуют, когда психологическое состояние соперника не очень хорошее. Потому что у меня тоже такое, я помню, было на суперфинале, когда я проиграл три партии подряд. И люди на партию со мной именно собирались. Потому что они уже чувствовали, что в остальных партиях будут ничьи. А я, как бы, уже, как бы, что называется, плыл. И вот то же самое может быть и сейчас. То есть, очень важно, как бы, чувствовать это состояние соперника, когда он уже, что называется, плывет. И поймать его. Самое. Ну, не так много турниров, где пути могут пересечься. С действующим чемпионом мира, Магнусом Карлсом. И все сразу вспоминают. Одну из предыдущих Олимпиад, где Санан Сюгеров поставил тогда еще будущего чемпиона мира в тупик довольно быстро. Можно сказать, разгромил. В этот раз так горел желанием с Магнусом встретиться. То есть, одна из задач, может быть, была, где-то так вот подспудно молился, что дай бог с Магнусом сыграть. Нет, у меня, как бы, таких настроений нет. Это больше, в основном, просто сыграть хороший турнир для меня важнее. Потому что, ну, одна партия, как бы, она ничего не изменит, в общем-то, в моей ситуации. Просто как можно больше сыграть партии с сильными соперниками, улучшать свою игру. В этом состоит основная задача моя на турнирах. Так конкретно игры с кем-то у меня такой задачи не стоит. В творческом плане из вот этих прошедших девяти партий, какую тут можешь особняком выделить? Ну, конечно, мне особенно понравилась моя победа над Радославом Вайташеком. Сильным гроссмейстером из Польши. Так как она, все-таки, так удалось ее держать черным цветом. Не часто удается черным победить таких сильных гроссмейстеров. Также победа над Дмитрием Микоевенко, конечно, запомнилась. Потому что это моя первая победа над ним. У меня, в целом, счет с ним не очень хороший. Но в этот раз удалось как-то размочить счет с ним, что называется. Причем так получилось очень убедительно, если я так сильно не ошибаюсь. В общем-то, практически по дебету уже с дебюта так удачно вышел. Да, удалось угадать ей с подготовкой и в целом, как бы, с развитием партии. То есть найти ряд хороших продолжений и, что называется, поставить соперников в тупик. Опять же, как это вообще традиция-то складывается? Столица Катара, как получается, дом родной. В том году все очень шикарно там обстоял с турнирной точки зрения. Да, поделил места с Владимиром Борисовичем. За счет чего? Что там? Нельзя сказать, что мне, скажем так, Катар намного больше нравится, чем другие страны. То есть, ну, конечно, условия очень хорошие. Но, как бы, скажем так, я думаю, все-таки дело не в этом. А, может быть, просто, не знаю, у нас... Обычно у меня к концу года не так плохо получается играть соревнования. Я не знаю, с чем это связано. Вот. И с другими соревнованиями так и было. Может быть, в этом и дело, что, как бы, на конец года я настраиваюсь. То есть, хочется год закончить, завершить на мажорной ноте. И вот из-за этого это может быть причина. Опять же, если вспоминают страны Персидского залива, то фестиваль в Дубае, насколько помню, Блиц выиграл. Да. То есть, получается, место такое, прикормленное. Ну, получается, правда, на том же фестивале классической шахматы я сыграл неудачно. То есть, как бы, ну, раз на раз не приходится. Я думаю, все-таки дело не вместе, а просто, как бы, может, совпадает. Хотя уже, я знаю, многие шахматисты шутили, ну, разговаривали со мной, что для того, чтобы набрать 2700, мне достаточно играть один турнир в году. И все. Тот самый в ДОХе. Да. Хорошо. Вот, кстати, да, предусхищая вот этот вот вопрос, принято в начале года подводить итоги уже прошедшего года. Каким этот год был? Вот со стороны, если смотришь, достаточно противоречивым. То есть, были явные успехи, это рапид, значит, в Ханты-Мансийске тот же, там, турнир в Дубае, но были и турниры, где хотелось сыграть лучше. В общем, каким вот этот прошедший год был? Ну, с шахматной точки зрения год получился, да, действительно крайне противоречивым. То есть, были и хорошие соревнования, такие как чемпионаты Европы, как турнир в Катаре, турнир в Ханты-Мансийске. Были абсолютно провальные соревнования, как Кубок Мира. Ну, я думаю, в целом это связано с каким-то моим, не знаю, состоянием как бы в душе, что называется. Потому что в целом для меня год, наверное, получился, возможно, наверное, одним из самых сложных просто в жизни. И, может быть, в целом именно с этим и связано, что вот такие как-то скачки. Ну, надеюсь, что к концу года мне удалось как-то, что называется, стабилизировать свое состояние в целом. И, может быть, из-за этого и пошли успехи. Ну, опять же, начало года хорошее время для того, чтобы устроить какие-то планы. У Гроссмейстера сфигировал. Какие планы на начавшийся год? Ну, с точки зрения шахматного календаря я пока не планирую вот в январе играть. То есть я думал поехать на Москва-Опен, ну, традиционный турнир, но, наверное, скорее всего, все-таки пропущу этот турнир. Так что следующий, наверное, скорее всего, станет Арефлот-Опен турнир. Потом уже, как обычно, уже и командный чемпионат России, и чемпионат Европы, и остальные соревнования, высшей лиги и так далее. Поэтому основной план пока, конечно, как можно лучше подготовиться к этим соревнованиям. Ну, и попытаться в целом показать хорошую игру. Ну, и, конечно, задачи в целом стоят... Ну, спортивные задачи нельзя. 2 700 набирать, конечно, это в целом понятная задача, но как получится пока это не так просто сделать. И вот последнее, наверное, все-таки, вот если опять анализировать все сыгранные в прошедшем году партии, какие из них доставили наибольшее такое эстетическое наслаждение, я понимаю, тяжело показать в трудной турнирной ситуации все лучшее на что способен. Может быть, какая-то вот партия, она в силу как раз того, что оказалась вне поля зрения специалистов, но на самом деле вот порадовало, да, ставилось такое впечатление, так, память хорошая. О каких партиях в этом контексте можно говорить? Ну, может быть, если с победой насильными игроками, ну, если за исключением последнего турнира, конечно, запомнилась победа над Гатой Камским в составе «Жигули» на командном чемпионате России. Вот в первом туре мне удалось в хорошем стиле выиграть эту партию. Даже особых шансов не было против, ну, очень сильного гроссмейстера. Конечно, мне эта партия запомнилась. Так, из таких остальных партий, ну, сложно сказать, просто из творческой составляющей было довольно много неплохих партий. Потому что, еще раз вот я подчеркну, может быть, красивые партии, которые принесли удовольствие, они не имели такой вот важности турнирной, да, и вот просто оказались вне поля зрения специалистов. То есть, там, понятно, переиграть там Камского, Войташека, да, Яковенко. Это все производит резонанс, как и Мамедьярова. А может быть, где-то вот соперник поскромнее был, но зато партия получилась красивая для души. Да, возможно, я так вспоминаю, сейчас победа над Павлом Панкратовым была вот на высшей лиге в этом году. Такая довольно уверенная, ну, и неплохая с точки зрения вот шахматной составляющей. Также на той же высшей лиге мне удалось выиграть хорошую партию у Димы Фральянова, моего коллега, да, то есть тоже довольно такая хорошая по шахматным меркам. партия. Из таких, из спортивных составляющих, конечно, даже запомнилась партия с Константином Лупулецку, сильным гроссмейстером из Румынии. Потом это было на чемпионате Европы, и после этой партии мне удалось квалифицироваться на Кубок Мира. Это, я думаю, такие основные, самые памятные партии в этом году.